Чем заменить животный белок, мясо и творог, например? Растительным белком. Во-первых, вся молочка, она вызывает все воспалительные процессы в организме. Все грибки питаются этой средой, это раз. Во-вторых, это самый большой миф и заблуждение, что молочка – это кальций. Типа молоко пейте, будет к вам кальций, молочка забирает кальций наоборот. Вот все, что вы слышали про молочку, что там кальций, все категорически просто наоборот, вот прямо наизнанку. Для чего придумали продавать молоко? Вот есть фильм американский, очень классный, откуда это вообще все пошло. Когда нужно было продать очень много молока в Америке, такая пропаганда этого была. Столько вранья, столько мифов, ну и люди до сих пор, уже столько времени прошло, верят. Потом это у нас было. В общем, молоко – это то, и молочные продукты производные – это то, что вызывает все воспалительные процессы в нашем организме, и, соответственно, косит наше здоровье во всех сферах, это раз. Во-вторых, очень сильно вымывает кальций. Я от молочки вообще советую, как от стоп-продукта полностью отказаться. Она вам ничего полезного не дает. Ну, кто не верит – окей. Как бы ваше здоровье. Если у вас есть деньги на таблетки, там, живем один раз, да и похер на здоровье. Я хочу, что хочу, то и ем. А что теперь вообще не жрать? Ну, как это вы любите говорить? Ну, это как бы ваше дело, окей. А у меня в группе по питанию, бесплатной группе по питанию, просто тысячи рецептов, охренительных просто, из доступных не ядовитых продуктов, и которые готовятся просто на изи быстро, и каждый, я не знаю, справится. Во-первых, экономия времени на готовку. Во-вторых, максимально полезна. Неубитая еда. Вот, например, витамины. Вы говорите, а что я тогда буду, типа, есть, если вот откажусь от этого? Вы и так едите то, что не содержит полезного. Витамины убиваются при термической обработке от 40 градусов. Ну и что? Да, какая-то часть чего-то остается. Например, витамин С, он сразу убивается. Его вообще только в сыром виде можно откопать. А если вы там что-то будете готовить, конечно, это уже просто мертвая еда. Которая бродит в кишечнике и тут также кормит всех ваших паразитов. Плюс чистки нужно еще сделать, кстати, ребята, да, у кого проблемы со здоровьем, потому что без этого вообще никуда. Во-первых, от паразитов, во-вторых, от всех продуктов гниения, вот этого. Так что еще. По поводу незаменимых белков. Это тоже самый большущий миф, который можно было придумать. Для того, чтобы продавалось мясо, а у нас сейчас все эти корпорации, фермерство не умерло, вот, придуман миф для людей о том, что без мяса жить невозможно, что есть незаменимые белки. Давайте я вам расскажу, если вам интересно. Например, белок состоит из набора аминокислот. Сколько их там по разным версиям, в разных учебниках, в биологии, очень странно по-разному написано. Вот, где-то 21, где-то 22, где-то 23 аминокислоты. Так вот, в мясе идет полный набор, когда в одном белке составляют все аминокислоты всех групп. Ну, то есть, получается, все аминокислоты в одном месте. Вот, а в растительных белки не имеют один или более какой-то одной аминокислоты нету. Ну, например, там в морковке нету четвертой аминокислоты, грубо говоря, вот давайте вот уже прямо так для детского сада, а в свекле нет там третий. Но вы съешьте и свеклу, и морковку, и получите весь набор аминокислот. Такой же, что вы съели как будто мясо. Вот. Дело в том, что белок, он, это строительный материал, из которого строится, ну, весь наш организм, получается. Белок у каждого живого существа свой, это свой уникальный кот. У коровы один, у второй коровы другой уникальный кот белка. У одного человека один кот белка, у другого человека совершенно другой кот белка. У одной собаки одно, у растения другой. У каждого живого существа, живого растения, животного, неважно. У всех свой уникальный кот. И ни один кот чужого растения или животного нам не подходит. Мне не подходит белок коровы, свиньи или фасоли, потому что мой организм строит свой собственный уникальный кот белка. Для того, чтобы мне построить свой уникальный кот белка самому, моему собственному организму, мне нужны кирпичики, то есть аминокислоты. Когда мы с вами едим пищу, наша микрофлора расщепляет белок на аминокислоты. Просто вот попал этот белок в мешок, они его рассортировали, а потом из этого строят. Там кирпичик взяли, там кирпичик, там. И организму похрену вообще. Съели вы белок, в котором весь набор аминокислот, либо два разных белка вы съели, где здесь одной какой-то аминокислоты не хватает, а здесь какой-то другой аминокислоты. Ему пофигу, он всё равно их раздербанит на кусочки и будет собирать свой белок. Поэтому это миф про незаменимые белки. Незаменимые, они отличаются. Заменимых у нас 14, остальные незаменимые. Незаменимыми считается, что не хватает какой-то аминокислоты в одном белке. Вот. И целиком этот белок нам нахрен не нужен. Перед тем, как строительство нашего белка начнётся, его раздербанят на кусочки. Поэтому какая разница, съели вы конфету с тремя начинками или три конфеты по одной начинке, ну то есть, допустим, в одной конфете орехи, изюм и кокос. Либо вы съели отдельно орех, кокос, изюм, без разницы. Незаменимый целый вот этот, либо вот эти три отдельных куска. Это вот прям грубо говоря. Про нашу пищу вообще масса, просто масса инфы, мифов столько, и люди в это же верят. И мы едим только для того, чтобы отключить свой мозг и перестать думать о проблемах. Потому что мы счастливы только тогда, когда не мешаем себе быть счастливыми. А мешают быть счастливыми наши проблемы. Как избавиться от проблем? Правильно. Не решать их, а просто перестать о них думать. А как перестать? Отключить мозги. Каким образом? А пожрать. Вот и всё. Мы поели, мозги отключаем, ну идти посчастливы. Поэтому еда заменила нам счастье. Еда – это искусственный источник радости. Еда заменила нам общение. Еда заменила нам праздники. Мы радуемся – мы жрём. Мы в горе – мы жрём. Нам плохо – мы жрём. Что там? Вместе собираемся, чтобы пообщаться надо жрать. Извините, есть, я даже не могу сказать. Здесь только в одном приходит слово «жрать». Потому что у нас вся эта микрофлора и паразиты требуют эту жрачку. И мы заедаем свои проблемы. То есть проблемы на самом деле психологические. Если вы много едите, это проблема в башке и в паразитах ваших. После чисток обычно не хочется много есть. Ну и плюс ещё, когда работаете с шаблонами мышления, понимая, для чего вообще я ем, что я хочу заесть, какую проблему. Не стоит… Стоит ли мне её заесть и лежать вот такой вот, что невозможно встать? Либо подумать, как решить эту проблему. Не знаю. Когда мы едим, у нас вообще энергии нет. У нас вся энергия уходит на переваривание этой пищи. Все болезни, абсолютно все, на физическом мире, физическом мире, да, от еды. Вообще все. И решить проблему со здоровьем можно сменой питания. Зрение – это еда. Проблема с зубами – это еда. Ну, психосоматика, естественно, тоже. Из-за психосоматики мы едим то, что мы едим. Вот, но если уже пропускать психосоматику, онкология – это тоже еда. Многие говорят, ну вот дети же рождаются, больные. Ну, а то, что ела мама, почему-то никто не рассматривает. То, что ребенок питался тем, чем питала его мама во время лактации, во время беременности, за три года до беременности и так далее. Вот, никто почему-то на это не смотрит, что ребенок просто натоксичен ядами, которыми употребляла мама. Вот и все. Вот и вся наследственность. Так, ну ладно. Когда я говорю про еду, от меня массовая отписка просто. Люди так держатся за эту жиранину. Ну, все заменили жрачкой, все, абсолютно. Так. У меня от проблем наоборот, еда не заходит. Ну, это редкость. В основном все начинают есть. Нет, когда вы на сильном стрессе, там еда может и не полезть. Да, просто есть прям на крайностях. Но, нет, все-таки от проблем вы едите. Вы, наверное, имеете в виду, когда вы на стрессе не едите. Когда у меня стресс, раньше, когда я тоже была всеядной, я тоже ела. Не ела при сильном стрессе. Невозможно. Вот ты чувствуешь голод, потому что хочется пустоту этих чувств чем-то внешним заткнуть. А чем я могу заткнуть внешним? Ну, кроме как мужчиной, едой больше нечем. Вот. Что можно в себя запихать. Так вот, поэтому хотелось есть. Но при сильном стрессе не лезет кусок в горло. Есть такое тоже, да. Не знаю, заканчивать или будут еще вопросы. Мне кажется, уже долго с вами говорила. Отписка. Вот сразу минус. Куча людей. Как только про еду, начинаю говорить. Не нравится мне эта тема. Люди ненавидят слышать то, что не укладывается в их мышлении. То есть каждый, ну, всю жизнь, представьте, думал вот так. Его учили вот так. Алкоголь тоже вреден. Ну, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Ну, что лукавить? Ну, вы пьете чистый яд. Почитайте. Я даже не представляю, сколько мифов, скольким мифом люди верят, что вот ты больной, выпей стопарик водочки, и типа ты там будешь здоровым. А как человек, ну, о последствиях он не думает. Либо вот, надо красного винишечка, бокал это на пользу. Либо винишечка расслабляет. Ну, то, что вы мозги там убиваете, ну, как бы на этого пофиг. Главное, расслабляет. Главное же хорошо. Вот. Ну, конечно, алкоголь вреден. О чем тут можно говорить? Вообще синтетический белый сахар – это самый первый продукт, который полностью надо исключить из жизни. У кого склонность, ну, например, камней, песок, неважно где, вот, тем соль еще надо исключать. Соль можно есть просто настоящую, покупать морскую в больших кристаллах и смалывать самому, вот, но не злоупотреблять. Сахар тоже белый синтетический, он абсолютно, это самое вредное, что вообще существует на этой планете, я не знаю, до моих то полезней будет, чем этот сахар. Просто заменить его на настоящую, там, клюкозу, фруктозу, кушать сладкие фрукты, финики, изюмы, орехи, что там у нас есть, мед. Вот, хлеб тоже вреден, да. Хлеб – это третий стоп-продукт после, первый стоп-продукт, самый главный, самый главный – это сахар, который надо исключить, чтобы решить уже 50% всех проблем по здоровью с кожей, с волосами, с ногтями, с сердцем, с печенью, с почками, пофиг вообще полностью решить, 50% своих проблем и выкинуть аптечку. Это будет, когда вы хотя бы несколько месяцев проживете без сахара. Вы офигеете, просто себя будете чувствовать совершенно по-другому. Потом второй стоп-продукт – это молочная продукция. Когда вы ее исключите, особенно женщину, вы заметите, что походы к гинекологам просто сократятся до нуля. И никаких страшных вещей у вас не будет. Вы даже не будете видеть выделений никаких. Многие гинекологи говорят, выделение – это нормально. Ни хера это не нормально. Ребят, все сухо, красиво и приятно. И вообще на сыроедении вы просто даже не представляете. Но как только какую-нибудь хурму страшную съедаешь, этого сахара или молочка, кусок сыра, там неважно, все у тебя выделение. Потому что эстрогены все время туда-сюда между кишечником и женскими органами циркулируют. Да, и всю эту грязь забирают. Просто у вас это грязь. Дальше что? Месячные будут безболезненные, не обильные и сократятся в днях. Потому что месячные – это часть очистки. У кого были проблемы с ними, просто офигеете, что пару дней и вы даже ничего не почувствуете. Дальше. Это если убрать молочку. Третье – это соль. Четвертое – это хлеб. Дрожжи. Дрожжи, ну, многие пишут, да, изобретение, изобретение кем? Фашистами. Третьим рейхом, что ли, я не помню. Как биологическое оружие против нации. И это вот прям вообще исключить, чтобы никогда этих дрожжей в вашей жизни больше не было. Глютен тоже неполезный. Все семена нужно кушать с оболочкой, необработанные, натуральные, которые вы замочили, прорастили. Можете смолоть, испечь свой домашний хлеб без, ну, цельнозерновой, но без яиц, без сахара, без масла, который в канцероген превращается, без чего там, дрожжей. Короче, очень много классных рецептов для перехода на сыроедение. Есть очень крутые. Это, например, зеленая гречка, семена, цельные, нут, корох, потом очень классные булочки из... Господи, как зеленая штука? Чечевица. Вот. Ну, я такое уже давно не ем. Мне что-то не нравится этот хлеб. Я от него очень быстро отвыкла. Ирина пишет. Это изобретение нацистской Германии для истребления человечества. Только сегодня об этом говорила Дрогу. Да. Помните, какая была пропаганда? Хлеб всему голова. В детстве страшные страшилки в школе показывали. Помню, как мальчик пинал хлеб, и как мы осуждали и плакали. Сидели на уроке в первом классе и плакали, смотря на картинку, где мальчик пинает хлеб. И как бедные несчастные люди в голоде за этот кусочек хлеба выжили благодаря... В общем, нам сделали такую программу в голове про этот хлеб. А в итоге мы просто сокращаем свое время жизни, сокращаем время жизни в здоровом теле. Может быть, долго живем, да, но больные, качество жизни вообще не такое. Вот. Если вы исключите этот хлеб, как четвертый стоп-продукт, ну, дрожжи и хлеб, глютен этот, то будет круто. И все. Пятое – это масло. Любое выкинуть, да, и не жарьте, а парьте. Жарьте на воде. На воде можно жарить все. Вот, ну, вот, если вы не сыроеды. Овощи при термообработке становятся ядовитыми, между прочим. Тоже об этом не забывайте. Поэтому старайтесь овощи не варить, не парить, не жарить. Ну, а если хотите, то самое безобидное из овощей это можно сделать на костре. Как тебе? Барбекю. Слегка. Вот, либо если вы там их тушите, то нарезали и почти сырыми, там, 2-3 минутки, 5 минут обработали. Все, максимум. Больше не надо. Они ядовитые становятся. И там убито все полезное. Нахрена это есть? Картошка тоже. Крахмал, который нам не нужно кушать. Вот, ну, если хотите, пожалуйста. Если я поем картошку, у меня просто будет на следующий день все тело в сыпи с такими, как будто, я не знаю, лишайное, шелушащимися, просто ужас, страшными прыщами. Так, что еще из стоп-продуктов? То есть потихонечку можно перейти на более нормальное питание, это исключить стоп-продукты. Шестой стоп-продукт – это кетчупы, майонезы и все любое химическое в составе, вот этих вот химические шоколадки, какие-то химические. Короче, самое страшное – это то, что мамочки сейчас травят детей такими химозными, просто невероятными, я не знаю, прям сладостями. Это кошмар. И пишут, ну, мы же в детстве там жвачку турбо жевали, мы же это, блин, да ты, те 40-50, ты еле ноги передвигаешь, ты толстая, жирная тетя, у тебя сердце болит, ты прыщавая, много весишь, у тебя печень отваливается, желудок болит, и ты мне говоришь про жвачку турбо, или там про какую-то там зуб, зубка, юпи, там, не знаю. Мы же типа ели, и ничего с нами не случилось. Ну, как это не случилось? Давайте смотреть правде в глаза. Где вы, где ваше здоровье? Я здоровая. Вот прям на лицо больные тети, да, видно по состоянию волос, ногтей, белков, зубов, кожи. Видно, насколько здоровый организм. Прям вот внешность, она всё про внутреннее может рассказать. Если вы внимательны, то вы можете, глядя на человека, сказать ему, где у него проблемы с печенью, с почками, там, с сердцем, с кишечником, с сосудами, неважно. Это всё видно внешне. И я смотрю на каждого. Я просто охреневаю, с какими все болячками ходят. И врут же в глаза. Это называется... Сейчас скажу. Кретинизм? Нет. Есть в психиатрии понятие такое, а, когнитивный диссонанс. Когда ты понимаешь, что ты врёшь сам себе, но ты будешь до конца себе врать, чтобы не признаться, что ты дебил, и будешь доказывать это другим, ты уже будешь знать, что это неправда, но будешь доказывать и себе, и другим, что это правда. Ну, то есть я здоровый, я здоровый, глядя, что ты уже сгнил там наполовину. И вот у нас люди так вот живут с когнитивным диссонансом. Каждый второй, наверное, не знаю, каждый первый. А мы же можем здоровье своё очень быстро поправить. В течение полугода можно избавиться от множества проблем. Ну, например, иметь здоровую кожу может любой человек, не используя никакие крема, не ходя к стоматологам. Просто достаточно убрать химозу из пищи. Мозг ищет оправдания, чтобы ничего не менять. Дрожа — это грибница, она изнутри убивает человека и прорастает. Всё так. Многие до сих пор верят в миф, что у них нету червяков. А паразиты — это же вообще просто страшная вещь. Я бы рассказала, тут целую лекцию и тему надо про паразитов просто рассказывать. Не один час. Ну, типа я сдавала экзамены, хочу сказать. Я сдавала анализы, и у меня паразитов нет. Чтобы выявить паразитов хоть каких-то, они прячутся. Это нужно в течение нескольких месяцев каждый день сдавать этот ваш кал. Потому что ни один анализ не может их выявить. Они прячутся. Это очень умные существа. Если вы начнёте их травить, ну, например, пить полынь, коров осины, семечки тыквы, что ещё убивает паразитов. Ну, смотря каких. Есть ленточные черви, есть бычи цепни. И особенно, кто любит свинину, самое страшное есть свинину, это когда они не убиваются, термообработка, ребят. Это тоже миф. Потому что, ну ладно, сейчас про это тоже скажу. Выщи цепни в мозгу могут жить, и там, конечно, всё плохо и печально. И их хрен обнаружишь. Очень высокая опасность заражения паразитами, кто любит свинину. У нас практически все её едят. Короче, когда что-то начинаешь есть, что может убить этих паразитов, лямбли, червяки всякие, они выкидывают токсины, которые просто вы даже не представляете. Человек, ну и, допустим, поест тыкву, тыквенные семечки, ему будет плохо, потому что часть каких-то паразитов погибнет, а другая часть паразитов будет перед смертью, ну как бы видеть, что их травят, выкидывать очень опасные токсины. И вот эти токсины будут вызывать головные боли, температуру высокую, озноб, куча-куча проблем. Вообще человек будет чувствовать себя очень плохо. И паразитов невозможно никакими таблеточками вылечить. И месяцами их выводят, и даже не выводят, потому что если вы будете их убивать в организме, вы просто будете очень сильно интоксицированы, или как-то будет сильная интоксикация, их надо выманивать живыми. Представляете, там столько вообще нюансов по этим паразитам. Паразитов можно убить термообработкой. Там кто ест рыбу, мясо. Но яйца, они термообработкой и заморозкой не убиваются. Они потом попадают, потому что оболочка очень твёрдая, и защищают. И они потом ждут благоприятные среды, чтобы вылупиться в вашем организме. Прикиньте, как вообще круто просто. Идеально устроено. Кто ест зелень с огородов, даже в магазинах покупает зелень, овощи, фрукты. Если вы их не замачиваете солью, с перекисью водорода, не ставите в воде на ночь, то у вас риск заражения различными паразитами максимально высокий. Потому что просто помыть, особенно после дачи, это фигня. Вы будете заражены очень сильно. Во-первых, паразиты постоянно хотят есть. И мы не можем наесться. Во-вторых, они источники различных заболеваний. И они вас жрут. И смотри, вот так вот. И выводить их очень сложно. Выманивать их надо. Там очень много чередовать, не один месяц способов выведения. Там и касторочку пьют, и клизмы ставят, и дебаж делают, тюпаж, тюпаж, дебаж. Бля, как он там называется? Забыла. Дюбаж. Забыла. Ладно, пофигу. И еда, еда изначально должна быть такой, в которой нет паразитов. Потому что если вы будете их выводить месяцами и есть еду с паразитами, например, кто ест рыбу, максимально тоже с паразитами живёт. Если вы перестанете есть рыбу, мясо, и будете замачивать всю еду, и уберёте эти источники прибавления паразитов, круто, можно потом их потихонечку выводить со своего организма. Наше поведение, наше мышление зависит от мыслей паразитов. нами управляет на 99,9% паразиты. То есть наши мысли, желания, поступки не наши. Бывает такое, что вы вообще не понимаете, что вы творите, потому что это не вы творите, а за вас творят паразиты. И если вы... Тюбаш, да, всё, правильно, спасибо. И если вы даже попытаетесь там как-то осознаться, то вам паразитики не дадут. И вы очень злые. То есть паразиты влияют на ваше настроение. Вечно нервный, вечно злой, вечно недовольный, вечно хочет жрать. Что-то не хватает внутри, что-то всосёт такое психологическое, непонятное. Это всё паразиты требуют свою еду, чтобы их покормили. Тоже вот такая тема. И я считаю, если работать там с мышлением, надо сразу менять вообще образ всего. Образ мыслей, образ питания. Образ движения в жизни, как вы идёте в новое, распорядок дня, как ваши привычки. То есть это путь сложный, долгий, интересный и офигенный. Но многие выбирают по старинку. Живу один раз. Это что, я теперь ничего жрать не буду? А что, ваша жизнь только ради жрачки, что ли? Ну вот у многих только ради этого. Всю жизнь работать, чтобы пожрать и сходить в унитаз, опять сходить в магазин, опять приготовить, опять сходить в унитаз. Вот так вот у них всё проходит в еде. Все праздники. Вот люди даже встречаются, не чтобы поговорить, а пожрать. Жесть просто. Кто на них завис, на этой еде, конечно, очень много в жизни тоже выпускают. Как же корневорцы? Кто это? Про них я ничего не знаю. Лаврушкой гвоздиков, кофемолки и принимательной тыщак с водой или в салаты добавлять. Да. И здесь тоже будут некоторые проблемы, потому что этого мало. Это как дополнение к отвару крапивы, например. Чем горче трава, тем больше шансов убить паразитов. Они убиваются горьким. Когда по чуть-чуть, например, ту же лаврушку, гвоздичку, да, они убивают паразитов, но это проблема в том, что нужно эти трупы вывозить, которые очень токсично гниют и сбой в организме будет. Во-вторых, для других, кому эта лаврушка с гвоздикой будет пофигу, они будут сопротивляться и опять тоже свои токсины всё время выпрыскивать. Вот, поэтому если уж браться за очистку организма, то здесь надо вообще прям взять большой период комплексно. Там и голодовочки будут, и питьё себе составить, чтобы вымывать всех этих паразитов, которые там, трубки. И что делать, чтобы не было интоксикации и так далее. По чуть-чуть, если вбрасывать в них, типа, давай я тебя убью, там, гвоздика или лаврушечка или чё, мы там попьём на сторочку. Вот, половину каких-то, может быть, убьёте, а вторая половина вас отравит. Ну, будет травить очень сильно токсинами. Поэтому тут надо прям очень хороший большой комплекс устраивать и делать это, наверное, с кем-то, может быть, под присмотром, со знающими людьми. Это определённый распорядок принятия еды, распорядок определённой пищи, да, что есть. То есть здесь надо всё просчитать, а не просто есть всё, что вы ели, как попало, и принимать одну лаврушку там с гвоздикой. Гвоздика, да, она убивает паразитов, но не всех. Что ещё, ребят, давайте, или я пойду. На еде просто многим не нравится. Вообще, тема еды для всех прям триггерит жёстко. касторку надо с лимонным соком принимать, да, всё верно, но опять же, помимо касторки нам нужно сделать правильный приём пищи, расписать себе, что мы будем при этом есть и что мы будем пить, сколько они есть, какие голодовки, да, вот, я люблю тему продукта, да, я тоже, но это единицы меня поймут, кто встал на путь здоровья, да, тот молодец и таких очень мало, очень, вот, поэтому надо вообще, ну, если я хочу продавать свои книги не по еде, курсы, поехать в крутой университет, мне нужно вообще про еду закрыть рот, вот, потому что отписка большая, всех триггерить никто со мной не согласен, потому что многие выучились внутри нутрициологов это самые зашкварные эти профессии, самые просто людей таким враньем, прям под каток вранья, и они же в это верят, многие верят врачам, больным, которые, ну, ты к ним приходишь лечить насморк горла, нос, там, лор, и он не спросит почему-то, а что ты ешь, потому что у тебя насморк, это бесконечная чистка от токсичной еды, ну, то есть у тебя просто аллергия, тупо, да, он будет тебе прописать кучу лекарств, но при этом ты как ел то, что вызывает слизь, то и ешь дальше, нас врачи совершенно не умеют лечить, они могут, ну, как убирать симптомы, вот, и, ну, симптомы они убирают, конечно, круто, с этим они молодцы, и первая медицинская помощь необходимая, да, она очень важна, и хирургическая тоже, но в основной массе, и люди, видя, как, допустим, в больнице они лежат, больные, а их кормят питанием столовой типа мёртвой коричневой жареной гречки, и они думают, что это диетическое питание, но это диетическое питание одно из иманная каша, из самых слизеобразующих, бесполезных, без витаминных, токсичных, вредных вообще приёмов пищи, то есть в наших больницах кормят максимально вредно. Нутрициологи максимально много пичкают людей химическими витаминами, которые не имеют никакого отношения к обычным витаминам и не восполняют витамины, а то, что показывает анализы, это просто эта химия в крови плавает временно, которая очень быстро выйдет, они как бы на это не смотрят. Витамин невозможно отделить один и его засунуть в капсулу, потому что витамин это комплекс, составляющий из множества различных элементов, и много, это идёт целый состав, это целая связка, вот, и он может быть только в комплексе, то есть яблоко целое, апельсин целый, и только в настоящем плоде или корнеплоде есть там витамины, которые нам нужны, всё остальное химическое это просто пародия для того, чтобы людям пыль в глаза вот так вот, и люди в это верят. Если честно, у меня есть диплом нутрициолога, в 2013 году я его получала и свято верила в БАД, пока не стала разбираться. Что ты скажешь про железо в анализе крови? А что я за него скажу про железо? Я не знаю, что про него конкретно сказать. Железа очень много в продуктах растительных, корнеплодах и плодах просто завались. Другой вопрос, почему оно не усваивается? А не усваивается из-за забитого кишечника, из-за ваших паразитов, из-за кучи других проблем. Вообще очень много на самом деле, если вы живую пищу едите, у вас очень много витамин, у вас очень много микро-макроэлементов. Другой вопрос, что это не усваивается и бесполезно и мимо проходит у вас. Здесь надо работать не с количеством витамин, а почему это не идет туда, куда надо. Итак, что мы имеем? Все врут, жрать нечего, как жить-то? Дмитрий, самое интересное, что жрать много чего есть, но люди просто привыкли к рецептам, которые нам рекламируют, самые опасные для жизни, для того, чтобы продвигать этот пищепром и фарма, 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 фарма. Здоровой нации, вернее, нации здоровые люди не нужны. Зачем? Это невыгодно. Выгодно, когда ты в расцвете сил, молодой, рабочая сила, бла-бла-бла, а потом быстренько ушел и все, и тебя нет. Долгожители не приветствуются, а то мало ли что случится. в нашей природе есть просто масса всего, что можно есть. Практически все, что мы выкидываем и считаем ненужным, оно одно из самых полезных. Хотите пример, я не знаю, что угодно, например, как я ем клубнику, и как вы ее едите? Вы ее едите, берете клубнику, промываете, откусываете зеленый листочек, выкидываете, ну, либо отрываете зеленый листочек и едите клубнику. Как ем я? Я беру клубнику, листочек завариваю в чай либо в салат, потому что в листочке от клубники витамин больше, чем в самой клубнике. Хорошо, да, дальше банан, банановую кожуру, ну, хорошо, там, если их привозят откуда-то, и непонятно, как их там хранят, если химикатами они дозревали или чтобы не перезревали, то да, может быть, банановая кожура не очень хороша в этом плане, но сама по себе банановая кожура, если бы вы там где-нибудь в Таиланде сами с деревьев бы срывали и ели, просто наиполезнейший продукт, наиполезнейший. Я с банановой кожуры делаю маски там для волос, для лица, для тела, я завариваю ее как чай, у нее очень много полезных свойств, просто невероятнейших, что можно сделать с банановой кожурой. Напитки, чаи, компоты, там, варенье, что угодно. Но то, что доходит до наших магазинов, конечно, да, лучше выкинуть эту банановую кожуру. Косточки. Мы выкидываем в косточки авокадо. О, Ирина как раз пишет. Косточка авокадо берется, снимается тоненькая вот эта вот кожура, натирается на терке, можно подсушить при 30-40 градусах несколько часов в духовке, либо на солнышке несколько дней. И смалывается это в порошок. И этот порошок, я там пол чайной ложки кладу каждый день как бат себе куда угодно. Хочешь в чай, хочешь в шоколад, хочешь в салат, хочешь в боу, хочешь в кашу, куда угодно. Хочешь в напиток. То есть такой вкус интересный кофейно-ореховый у косточки авокадо с молотой. Ценее самого авокадо, хотя авокадо это тоже очень ценнейший продукт, ну да ладно, ценнейшая косточка. Там очень много флавоноидов, это те штуки, которые защищают нас и спасают от свободных радикалов, а для того, чтобы у нас не было онкологии, противоопухолевая хрень. Вот, это раз. Второе, очистка и кровь, и кишечник, и сосуды, все. Действия, я не знаю, вот у меня по авокадо в группе написан список, я не знаю, туда затронуто все, там максимум вся таблица Менделеева полезных веществ, каких только вообще можно, и очень много показаний по лечению различных болезней и профилактики, даже перечислять просто все, вот просто есть пол-ложки и заменит вам, не знаю, весь рацион нужный и полезный, который вам необходим. дальше, любые косточки от всего надо всегда есть, мы их выкидываем, я, например, кожуру от всего и сердцевину от всего, я в первую очередь все остальное не так важно, ну, например, яблоко, самое ценное, где все витамины, это концентрация середины и кожуры, кожуру смывают, потому что яблоки там с воском, но я уже давно живу там, где яблоки с деревьев мы рвем, поэтому я всегда с кожурой ем, естественно, никогда не чищу, ну, если я вижу фарфоровое яблоко, конечно, я буду его чистить, но обязательно съесть плодоножку внутри. Группа по питанию у меня находится в телеграмме, она бесплатная, там я разбила по темам, питание животных, сероеческие рецепты, рецепты для перехода на средние, веганские, там куча десертов, сладостей, тема разбора всех продуктов, продуктов там в тетропаках, вот, например, вы покупаете тетропак, это самая ядовитая кита вообще, которую можно придумать, ребят, вот эта внутренность тетропака обработана такими ядами, вы просто не представляете, каждый день по чуть-чуть, не видя вот это все, вы травите свой организм, а потом спрашиваете, почему у меня куча болезней, почему в 50 лет я весь больной, или 60, тетропак, это вот тоже надо выкинуть сразу, группа в телеграме, здесь в инстаграм, в шапке профиля у меня меню, заходите туда, нажимайте соответствующую кнопочку, и там у меня все книжки, все курсы, все каналы, и так далее. Вот, что еще по поводу косточек, например, арбузные косточки, это просто кладезь, я их ем, естественно, всегда, никогда не выплевываю, либо чищу, а потом в кофемолке, в кашу добавляю вместе с кашей зеленой гречки или льна. Арбузные корочки, если вы уверены, ну тут надо будет проверять арбуз на нитраты, если вы уверены, что нормальный арбуз и он не отравленный, то можно эту корочку и даже нужно есть, она полезнее мякоти. Из этих корочек просто, это самое вкусное, что я люблю, вот знаете кабачки тушеные с овощами, любите там жареные кабачки, вот если вы зеленую кожуру от арбуза взяли, вот самый слой, вот этот верхний зеленый сняли, а вот светло-зеленый оставили, порезали как кабачок и пожарили, можно с водой либо на кокосовом масле, и вы просто офигеете от того, насколько вкусная рагу из арбузных корочек. Мало того, что вкусная, а свойств полезные, там просто, тоже огромный список как косточки авокадо, там можно из арбузных косточек делать варенье, джемы, сиропы, компоты, тушить с овощами, свежие натирать в салаты, это очень вкусно, вот, но если арбуз отравлен нитратами, то, ну и середина тоже тогда такая же ядовитая, ну просто кто-то скажет, зачем эти корочки есть, вот, ранее слышал, что наоборот, косточки есть нельзя, так как в них антинутриенты, вы просто не представляете, что зайдя в интернет, на все полезное, везде написано, то, что это вред, а на все вредное, куча рецептов, это делается специально, перестаньте верить интернету, начните копаться действительно в информации, и вы ее откопаете, найдите старые книги, очень много книг в моей группе 70-х годов, 60-х, 80-х, различных, действительно, тех нутрициологов того поколения, которые разбирали по полочкам составы всего, и таких книг очень много старинных у меня, которые все бесплатно доступе качайте, читайте, разбирайтесь, это очень интересно про пищу узнать в 50 лет, в 30-60, что мы ели с вами, блин, самое говно, вот, а то, что нужно, блин, выкидывали. Косточки, они очень полезны, просто нельзя, вот, все абсолютно нельзя переедать, вот, например, петрушка, петрушка максимально содержит кучу классных веществ, которые питают мозг, постанавливают память, зрение, антибактериальное, противоопухолевое, и куча-куча у нее свойств полезных. Но, если вы петрушки съедите больше пучка в день, у вас будет интоксикация, у вас будет мигрень, головная боль, тошнота, тяжесть, вам будет плохо, ну, то есть, будете постоянно чувствовать себя, как ненормальный, нервный, потряхивающий с давлением человека, даже не знаю, как это описать состояние, вот, потому что ее переизбыток, орехи тоже самое, типа там, фолиевая кислота, она тоже нужна, вот, орехи нужно отмачивать, ну, для того, чтобы кислоту эту убрать, а для того, чтобы орехи не обезбоживали ваш организм, поэтому фруктоеды за косточки бы порвали, да, я сама сыроед, я за косточки порву всех, я у всех отъедаю косточки, я-то за свое здоровье пекусь, вот, у всех забираю, о чем я сейчас говорила, а, чтобы орехи не обезвоживали организм, их отмачивают обычно на ночь, и потом они очень вкусные, как с дерева, сочные, яркие, такой вкус яркий, хрустящие, классные, вот, их с сухими есть нельзя, и просто нельзя их много есть, вообще ничего нельзя переедать в больше определенной суточной дозы, это единственное правило, которым нужно придерживаться, когда говорят, что в косточках вот такой яд, там вот в корочках вот такой яд, просто вам нельзя, все яды, еда должна быть ядом, и яды эти должны быть едой, они должны быть полезным лекарством, вот так, даже все яды должны быть лекарством, просто определенный дозняк должен быть, и все, потому что каждое вот это вещество, оно нам нужно, природа, не дура, она заложила для нас просто кладезь всего, для самой удобной, комфортной, здоровой жизни, жизни, а мы пренебрегаем, кто, вот кто в интернете хоть один говорит о том, что нельзя есть что-то природное, закидайте его тапками, блокируйте, не знаю, делайте, что хотите, но не слушайте этого человека, потому что все, что создано природой, это ваш ориентир, все, что создано руками человека, это выкинуть, и даже врагу не давать, потому что, блин, его жалко тоже травить, так, что такое тетропак, тетропак, ну это тетраупаковка, молоко в таких упаковках, соки химические, что у нас в упаковках, сыры бывают мягкие, тетропак придумали, это фирма, такая картонная упаковка, в которой хранится вот молоко по полгода, ну разве там молоко, там вода с химозой, все есть яд, ничто не лишено ядовитости, все есть лекарства, одна только доза делает вещество ядом или лекарством, да, все правильно, Ирина, ты говоришь, но те яды, которые созданы человеком, категорически нельзя принимать, что скажешь про интуитивное питание, интуитивное питание, как интуитивное желание жить по импульсу, должно прийти только к человеку, который уже просветился, просветлел, у него нет паразитов, у которых чистый разум, бесшаблонное мышление, о каком интуитивном питании можно говорить, если все наши желания, тысячу процентов, не наши желания, а навязаны шаблонами, социумными паразитами, микрофлорой, поэтому мы хотим есть, все, что мы хотим есть, это не наше желание, это не наша интуиция, поэтому нет, вот этому я говорю нет. Когда вы будете чистый, очень долго будете на здоровой, живой пище, не мертвой, не вареной, в которой есть микро-макроэлементы, которые не ядовитое, у вас тело почистилось уже, обычно, чтобы почистить тело после там 30 лет объедания все подряд, нужно лет 7, и когда у вас тело уже чистое, вы уже можете интуитивно питаться, ну, вы там уже будете понимать интуитивно, вы будете хотеть есть только все природное, вот, если вас тянет на чипсы, это паразит, если тянет на солененькое, на сладенькое, на кисленькое, на что там еще, остренькое, это все паразиты тоже, вот, что еще про питание, такая тема про питание интересна, вообще, народ не выдерживает уже 2,5 часа, выходит, вот, не знаю, то ли им тема про питание не нравится, то ли просто поздно уже пол первого ночи, офигеть, я с английским сегодня так и не позанималась, мне сегодня учить, очень много глаголов, я буду еще заниматься, часа 2, наверное, я пойду, ребят, ссылка на каналы мои, канал, где можно задать вопросы мне или менеджеру, на любые, там, что посмотреть, что послушать, что прочитать, что узнать, ответить на ваш вопрос, это в чат-бот, у меня в шапке профиля здесь этой сети запрещенной, ссылка на меню, там вы нажимаете кнопочки, выбираете чат-бот, там есть видеоканал, кнопочка телеграма, где вы можете зайти и смотреть все мои видео, у меня там их очень много, и я там веду эфиры, и там можно писать вопросы, дальше, что у меня там есть описание всех книг, курс и так далее, все, что хотите найти, и все мои чаты, все там, так, по поводу квашеные овощи, да, кстати, очень классный вопрос, для того, чтобы восстанавливать всю свою микрофлору, которая у нас убита ежедневно, просто вот, под ноль убиваем всем, чем можем, нужно ее восстанавливать ферментированными овощами, ну, это вообще лучшая еда, на самом деле, вот, если взять из всей еды ферментированные овощи, это вот просто самый-самый огонь, вот, но их надо совмещать с обычными овощами, нельзя питаться только одними ферментированными, что значит ферментированными, самое полезное, вот просто наиполезнейшее, что вообще можно из ферментированного придумать, это капуста, капуста, которая восстановит всю вашу микрофлору, путем того, что вы сделаете себе все эти полезные лактобактерии, как это делается, берете, нашинковали капусту, например, там, две трети банки, ну, или там, полную банку, оставили там чуть-чуть, нашинковать можно как угодно, хотите мелко, хотите крупно, хотите через миксер, как угодно, заливайте чистой водой, прикрывайте, ну, можно перчатку одеть, это самое вообще лучшее, либо марлечкой, либо неплотно крышкой, и ставите в теплое место на 4 дня, каждый день просто перемешиваете или протыкаете, сахара не надо, соли не надо, ничего не надо, вы можете для быстрого, более быстрой ферментации кинуть туда несколько изюминок, либо несколько долек яблока, можно это вообще не кидать, мне больше всего нравится, если я туда семена укропа кидаю, вкус просто офигенный, капуста через 4 дня готова, вы можете ее есть, пить вот этот сок, это самое полезное, держать в холодильнике, и когда заканчивается, делать заново, овощи ферментируем точно так же, можно капусту с кабачками, можно без капусты просто, кабачки, морковь, свекла, все овощи, какие есть, вообще вот, какие существуют, заливаются водой, и все в таком же, и каждый день кушать, хотя бы чуть-чуть, все ваши бифиды и лактобактерии, вот пожалуйста, ферментированные овощи, можно делать квас, это просто, еще лучше даже, кто не любит эту капусту, я, например, не очень люблю капусту, есть каждый день, и у меня как-то на нее не хватает места, потому что я люблю свою любимую кашу из льна, или гречки, или это конопли, или чего там еще ем, чеа, кенуа, много каш ем разных, и очень круто взять капусту чуть-чуть, смолоть ее в блендере, ну, например, одна четвертая банки, или одна пятая банки, залить водой, и все, и поставить на 4 дня, и потом этот квас пить, соли не надо, ничего не нужно, но чтобы быстрее было там, за 2-3 дня, чтобы у вас уже пузырьки пошли, ферментация, то можно изюма добавить чуть-чуть, или яблочко, что-нибудь сладенькое, а что со свиньями делать сейчас, ой, я не знаю, ну, съешьте в какой-нибудь фруктик, или овощ, и будет вам счастье, моя любимая еда вообще это морковка, тертая с изюмом, я не знаю почему, но вот эта сладость, я морковный торт постоянно делаю, тертая морковь, изюм, орехи, можно в кофемолке, можно так мелко порезать, все это пожалкать, и сделать слой, второй слой, в блендере я беру кокосовую стружку, орешки, либо кешью замачиваю, на несколько часов, банан, апельсин, вот это все в блендере, у меня получается крем, крем, и получается, можно это чередовать слоями, морковный слой, с орехами, с изюмом, и вот этот крем, кешью, апельсин, апельсин можно водой заменить, просто кешью, вода, банан, или кешью, вода, кокосовая стружка, или кешью, кокосовая стружка, и ложка там, допустим, кокосового масла, короче, что хотите, можно творить, у меня очень много рецептов в группе, ребят, заходите, сыроедные десерты, мало того, что полезные, они безвредные, вы на них худеете, вы на них молодеете, вы получаете массу полезности, и они еще и вкуснее любого химического торта, причем я делаю такие тортики, вот у меня в ленте, посмотрите, во-первых, они классно выглядят, можно сделать тирамису, можно сделать морковный, можно сделать медовый и так далее, и они и на вкус, и на цвет, на вид почти неотличимы от магазинных, но там нету никакого сахара, никаких вообще выпечки, нету вот этой муки, ничего нездорового, и готовится еще и быстро, и хранится, я не знаю даже, почему люди пичкают детей отравой, которая вызывает рак-онкологию, сейчас вообще рак помолодел, в 20 лет уже многие, в 30 начинают там какие-то шарики находить, блин, там-там, ужас, конечно, у нас проблема вся в обществе из-за того, что люди не хотят ничего изучать и менять питание, потому что косо будут типа смотреть, вообще на меня смотрят косо, сразу говорю, я все время получаю свой адрес хейт, когда молодые люди, с которыми я могу познакомиться на каком-нибудь сайте знакомств, узнают, что я, ну, например, не люблю мясо, они меня сразу блокируют, но половину не блокируют, но после второго вопроса, что я не пью алкоголь, блокировка 100%, я не знаю, либо это турки такие-то, как я в Турции, либо это вообще с мужчинами что-то не так, ну, типа, если я не пью, значит, меня что, сильно быстро не охмурить, что ли, и они боятся долгого охмурения, что ли, в общем, если я не пью и не ем мясо, все, со мной ни один мужчина не хочет дружить, поэтому я свободна, кто любит здоровое питание, спорт, мозги, вот, давайте знакомиться, общаться, может быть, и поженимся, я не против, все, ребят, на этой ноте я пошла, это просто не ваши люди, да понятно, что не мои люди, это такой офигенный атеф, просто до смешного доходит, ну, общайся ты просто, зачем вообще блокировать, ты что, еще не пьешь? Все, черный список, мясо не ешь, ну, каждый второй, после того, что я мясо не ем, у меня, типа, я дура, вот, многие называют меня дурой, меня мама называла вообще дурочкой, но когда она ко мне сюда приехала, и она, я там в эфире рассказывала, она жила там полгода с запорами, у нее вообще была очень большая проблема, ничего не помогало, больнице, лекарство и так далее, и вот она со мной пожила, за неделю, за две, она на обычном питании со мной, забыла о такой проблеме, у нее еще вылезли червяки, блядь, вообще, кипец, там такая чистка была, вот, в итоге она через два месяца от меня с Турции уехала, купила блендер, кофемолку, она не ест вообще вот эту пищу, которая обычная теперь, и она ничего не хочет вообще, абсолютно есть то, что вот продается в магазинах, у нее фрукты, овощи куча разных, там, ферментация, классные блюда с моего канала, сладости, она не отказывает себя ни в чем, а, еще такой есть миф, что есть будет нечего, ребят, мы заменяем просто не полезное, а полезное, мы едим то же самое, например, что значит есть будет нечего, мы как салаты ели, так и едим, как торты ели, так и едим, как шоколад ели, так и едим, только полезный, вот, что там еще, сыр как делали, так и делаем, но только не из молочки, мы молоко пьем, кефир пьем, квас пьем, все, только делаем, слушайте, молоко в домашних условиях делать из ореховая, там, допустим, из миндаля, миндальное молоко, боже, это просто, ну, сказка, из семечек молоко, из кефира семечек, сметану, майонез, все мы это делаем, то есть мы как ели, так и едим, борщ, котлеты, каши, все мы едим, только не в том виде, по-другому обрабатываем, по-другому готовим, и все, меняется способ обработки, меняется способ, как это приготовить, то есть новый рецепт, другой вообще совершенно подход, как ели эти каши, только в пророщенном виде, не вареном, либо настойном, в воде, там, на сутки, и я вообще вам открою секрет, кто в Таиланде был, поднимите руку, тайский рис никто не варит, он просто отмачивается в воде, я об этом, когда узнала, я была в шоке, то есть секрет их идеального тайского вкусного риса, но они потом чуть-чуть слегка обжаривают его там с морепродуктами, с овощами, зеленью, делают, забыла, как называются эти блюда, я очень любила в Тае вот этот рис с овощами, с креветками, допустим, вот, как это называется, не помню, не важно, в общем, этот вкусный рис, оказывается, не варится, если вы настоите любые злаки ночь, они наутро мягкие, вкусные, и ничего варить не надо, ну, например, многие варят чечевицу, я чечевицу кладу на 2 часа в воду, и потом ем, очень вкусно, очень, она сочная, вкусная, яркий такой вкус, полезная, и она не мертвая, то есть, я даже не представляю, почему, ну, вернее, представляю, все просто шаблон, что есть будет нечего, мы все то же самое едем. Так, а давайте не будем жениться, а просто дружить, а давайте, я хочу от тебя детей, а давайте, ой, нет, детей, блин, ребят, я пока что-то пас, надо сначала хотя бы, не знаю, в университете отучиться, я вот только вот в студенты подаюсь, какие дети. Так, вы очень помолодели, это хороший пример, следовать и слушать советы, которым делитесь тут. Ирина, спасибо большое. Я избавилась от мигреней, но они у меня иногда бывают. Прикиньте, я всю жизнь с детства жила с мигренями, 2-3 раза в неделю, либо 1 раз в неделю, но 2-3 дня. Как только убрала сахар, мигрени больше нет. Ну, если он где-то у меня попадается, а иногда он попадается. Вот, например, я неделю жила сейчас в отеле, шикарно, нас там кормили. Естественно, я веган-веню заказывала, и там мне давали салаты. Я просила фрукты, овощи, там, зелень, всю вот эту нарезку. И они поливали соусом. Оказалось, что этот соус, почему я потом приехала домой, 4 дня с мигренями лежала, был с сахаром. Вот. То есть, не всегда можно исключить этот сахар, но на него у меня прям всё. Если я вот чай с сахаром попью, всё, 2 суток меня нет. Нет, я померла. У тебя есть курс по питанию? Нет, курс по питанию у меня нет. У меня дело в том, что сделана бесплатно для вас группа. Там расписано чистки, все виды, как чистится, что чистится, какими препаратами, какими свойствами, отзывы, что кто делал, чат обсуждения. Мы каждый день обсуждаем там миллион вопросов. Чат с рецептов. С чего начать, с чего продолжить, как обрабатывать пищу. У нас всё это есть. То есть, ты проходишь в группу и просто читаешь бесплатно. Зачем мне брать деньги за инфу, за которую люди берут просто большие бабки? Сама говорю и думаю, блин, все на этом бабки зарабатывают, а я бесплатно раздаю. Я не хочу делать деньги на здоровье. То есть, давайте я буду брать деньги за то, что буду работать с вашими проблемами, а вот здоровье, пожалуйста, бесплатно. Ну, должна же я какую-то миссию в этот мир нанести полезную. Ещё. Чем больше отдаю, тем в 10 раз больше мне возвращается. Поэтому мне не жалко. Вот эта моя группа, она полноценная, как 100-500 курсов одновременно. Так что изучайте. Группе год был. Вот. Ровно через год я переехала в новую группу, которой сейчас месяц. И я со старой группой перетаскиваю в новую, потому что в старой не было тем. А в новую прям разделила всё по темам. Один чат, где мы всё общаемся. И в этой группе можно писать что угодно. То есть, мусорить как хочешь и спамить. А тема отдельно, где мы не пишем, а только рецепт. Фото, ингредиенты, как готовить. Рецепты сыроедческие и рецепты переходные веганские, где есть термообработка небольшая. Вот. Потом есть разборы трав. Все виды трав я разбираю, какие вообще существуют. Как есть берёзовые почки, от чего, для чего. Вот. То есть, вы, каждый человек, может выйти на улицу и собрать себе бесплатно полный рацион дневной питания из тех трав, растений, деревьев, которые растут вокруг вас. Даже там, где у вас нет фруктов и овощей. Но, как бы, люди не привыкли смотреть на дикоросы и что вокруг вас растёт. И выкидывать ещё и полезные вещи. Всё это есть в теме. Есть ещё тема для животных, какое питание. Да, мы там пока начинаем её обсуждать. Чем кормить животных. Есть тема, так отзывы я говорила. Есть тема, чем мыть там волосы, лицо, косметика. То есть, не химическое уходовое. Естественно, если я за зелень, за зелёную, короче, за зелёную повестку, то есть, исключаю, ну, не только химию в еде, исключаю химию и вовне. Нет, то есть, я не пользуюсь косметикой. У меня татуаж на бровях хрен его знает, сколько лет там сделан. На глазах много лет назад сделан. Я не пользуюсь косметикой. Я каждое утро протираю кожурой банана лицо или кожурой авокадо с обратной стороны. Ложка сняла, в общем, авокадо в салат, в еду, а вот этим делаю маску. Самая питательная маска, офигенная. Либо ем клубнику клубничную, огоречную, помидорную и так далее. Маски всегда. Любая каша, которую я делаю, намазываю на лицо. То есть, питательные маски, они все есть. Кофе выпила, кофейные вот эти вот остались. Это скраб для тела. Соль натуральная, это скраб для тела с мёдом. То есть, нафига покупать косметику, тратить деньги на эту химозу? Там, допустим, как делать зубные пасты свои? Я не пользуюсь зубными пастами уже лет пять. Очень много паст перепробовала. Своих, не своих, разных. Сейчас остановилась на одной, самой крутой. Это кокосовое натуральное холодного отжима. Кокосовое масло холодного отжима, короче. С ложкой солью, которую я сама смалываю, и соды. Сода тоже. Выкинуть соду нафиг. 500 Ай, 500 Ай-Ай и 500 Ай-Ай. Три ГОСТа. Очень ядовитая тема. Многие её пьют. Соду нужно пить только натуральную. Покупайте в кристаллах и сами смалывайте. Вот эта сода вот такая. Она очень полезная, нужная. И даже онкологию лечить содой. Умывакину можно, но не вот этой химической, которую продают. Вот. И у меня, в общем, сода, соль и кокосовое масло. Ещё я добавляю капельку перечной мяты. Масло. Либо порошок молдой гвоздики. И зубки у меня всегда чистые. До винир они были тоже всегда белые. Короче, не знаю, очень круто. Зубную пасту, когда вы ешьте, ешьте, блядь, чистите зубы зубной пастой, дёсна моментально впитывают всю химию. Там и титан, и этот фосфор, титан, фтор, и другая химия, которая очень травит наш организм. Сразу через дёсна впитывается. А крема через кожу сразу в кровь впитываются. Вся наша химическая. В общем, я вот за зелёную хрень. Я вообще могу про всё вам рассказать. Я изучаю, блин, эту тему. Это моё хобби. Вот всё, что мне нравится бесплатно, всё, что не нужно учить, а то, что является способом моего существования жизни, я знаю про это всё. Так. Один раз пропустила что-то, двое суток, чуть не умерла от отравления. А что вы там пропустили? Да, смотря... Ну, почитайте группу, будем... А вы умываете лицо? Чем тонизируете? Чем я тонизирую? Мне достаточно умываться холодной водой. У меня часто... Не всегда я просто часто забываю. Вот. Но в основном у меня кубики замороженного льда, которыми я умываюсь. И всегда пью всякие отвары трав, которые я везде собираю. Вот всё, что вижу, то и собираю. Вот клубнику поела, высошла на подоконнике вот эти вот листики зелёные. Всё, они мне в чай пошли. Банановая кожура высохла. Я её порезала, она в чай пошла и так далее. Вот этот чай всегда, помимо того, что я пью, заливаю вот в эти штучки для льда и ими умываюсь. Вообще круто. Можно умываться перекисью. Вот. Не всегда, иногда. Что ещё? Единственное, что я оставила, это крем и оставила шампунь пока что. Потому что я всё никак не могу найти мыльные орехи нормальные. Мыльные орехи натуральные, которые не химозные продаются, а вот натуральные. Как найду, перейду на мыльные орехи. Вот. И раньше мыла волосы всегда горчицей. Посуду я не мою в ферре, допустим, с детства. Вот я как родилась, как была маленькая, как у нас дома была сода и горчица, порошок в банке, дырочки. Вот так с детства и мою. То есть... Химоза, допустим, в ферре с посуды не смывается. Сковородки можно выкинуть ваши все. Там фильм вам надо посмотреть про тефлоновые поверхности, как люди умирали от рака и умирают до сих пор. И что там вообще 10 лет суды шли, когда изобрели вот это вот тефлоновое покрытие, насколько оно ядовитое, особенно при нагреве, чем вы себя травите. Вот, в общем, проиграла компания. В общем, люди, которые от рака там умирали и рождались с онкологией дети, кто там на производстве работал в этой фигне. В общем, они выиграли суд. Но эта компания переобулась и сделала новые сковородки, которые сейчас все пользуются, которые в 100 раз токсичнее, чем тот первый токсичный материал с дефлоновым покрытием. Я забыла. Короче, можете в Википедии забить, чем покрывается Ген-6, что ли называется, или Ген-10. Не помню, какая-то хрень, которая является основой для покрытия всех сковородок, посуды, кастрюль и так далее. Вот надо выкидывать всю посуду. Вот, я на чугуне жарю. Вот надо искать бабушкин старый чугун, либо каменные сковородки покупать, либо переходить на сыроедение, как я, и не использовать сковородки. Вообще, нафиг они нужны? Я вообще не знаю. У меня из рациона это блендер, чем я пользуюсь, и кофемолка. Все. Очень мобильно. Также пластиковые все вот эти вот штуки, которыми мы пользуемся, как они называются? В общем, надо исключать пластик. Я, кстати, в веган-кафе ходила, и мне заместо пластиковой трубочки дали железную. Блин, так круто было. Вот, но лучше пить стекла без трубочки. Кофе пьете? Пью, но очень редко. И натуральный. Вот, как раз у меня сегодня сильно болела голова, потому что я переела вчера изюма. Не смогла остановиться, съела очень много. У меня была мигрень сегодня, похмелье. То есть, вот этот изюм начал бродить, как будто я вино выпила, да, и у меня вот похмелье от вина. И вот то, что там осталось, завтра пойду утром сделаю себе скраб для тела. Обожаю, как тело чувствует себя после кофе. Блин, круто. Что еще можно полезного придумать? Не знаю. Мы в группе все полезности обсуждаем. Для волос, для тела, для ногтей, для чего угодно. В общем, я не отказалась пока от шампуня и крема для лица. А, и для лака, для ногтей использую вот такую умную эмаль. Это вот из того, что я использую. Все, волосы я не крашу. Ничего не крашу. Все. Стекло, дерево, нержавейка. Да, вот. Пластиковые... Господи, ну как они? Контейнеры надо выкинуть дома, ребят. Все и закупиться стеклом. В магазин ходить не с пакетом, а с чоппер купить какой-нибудь себе тканевый. Ходить в магазин с сумкой. От каждого, от каждого зависит весь мир. Я раньше в детстве всегда задавала вопрос дедушке. Он больше всего со мной на такие философские темы общался. Я ему всегда задавала вопрос. Он мне говорил, что ты можешь изменить весь мир. Я ему всегда говорила, ну я же одна. Вот я перестану мусорить одна, а другие будут мусорить. Разве от этого мир станет чище? Сейчас заплачу, блин, дедушку вспомнило царством небесное. Он говорит, ты одна можешь спасти целый лес. Ну, допустим, да? Ты одна можешь спасти... Просто вот за всю жизнь посчитать, сколько ты не выкинула там... мусора на улицу грязного, да? Сколько ты не использовала, ну, там, не знаю, полиэтилена этого, пластика и тому подобное. Ты спасла очень много. А твой пример... Сейчас заплачу, блин, дедушку вспомнило царят. Типа вдохновит других. Ладно, всё, не могу дальше вестись. Спасибо, ребят. Уже и так два часа с вами пробыла. Лавр мыло нормальное. Ну, я не пробовала, надо подумать. Стирать можно мыльными орехами для стирки. И надо их где-то найти. Ну, а, ещё порошками стиральными, да, ещё пользуюсь. Пока не нашла альтернативу. Боже мой, сейчас разрыдаюсь, не могу. Дед у меня, конечно, был мировой. Он украинец. Я тут просто вспомнила. Блин, он всегда был за чистоту, за порядок. Каждое утро, короче, вставал утром и вечером, вставал вот так к солнцу, руки по швам и благодарил этот мир. В течение жизни делаю это каждый день. С самого детства до самой своей смерти. Ладно, пока. Ты сейчас раз...